Досумленной широй и принциповой размовой закликал сегодня Александр Лукашенко у дельников 6-го Усебелорусского народного схода, назвавши делегата уголовными господарами столицы и краины гэтыми днями. Выступающий на открытии, президент зауважил, решения ОНС не будут спонтанными и не шаканными, бо до пошатку форума была проведена великая подрыхтовшая работа, у тем лику форматия диалоговых пляцовок. Шостый раз у суверенной истории краины звертаются напрямую до народа к абразам обмерковать и принять консолидованное решение по дальнейшим развитию нашей краины и громадства. Одинство – развитие незалежности. Головные принципы, які стали слоганом «Народного вечера». Нам с вами есть, что обсудить сегодня. Первое. Надо проанализировать, что сделано в экономике, наши достижения, а они есть и, возможно, немалые, а вам судить, что не получилось. И главное, где есть резервы и конкретные предложения по дальнейшему развитию. Как нам в условиях пандемии и внешнего давления жить дальше? Какие предпринять меры для того, чтобы обеспечить экономический рост и достойный уровень жизни людей, социальной поддержки нашего населения? Это основа нашей экономической модели, суть белорусского социального государства. А предложения, идеи могут быть разными. Не обязательно только те, на которых акцентируем внимание мы в руководстве страны и нашем правительстве. У меня одно требование, и вы его хорошо знаете. Повторюсь, все должно быть открыто и реально. Нам бояться некого. Не голые теории рассуждения и красивые слова, а конкретные меры, которые дадут результат. Для нашей экономики и для наших людей. Второе. Мы должны пристально рассмотреть вопросы общественного развития, роли граждан политической жизни страны, подумать над возможностью корректировки основного закона. Как я уже неоднократно об этом говорил. Еще одна тема – распределение властных полномочий, усиление роли местного управления и самоуправления. Мы должны максимально приблизить центры принятия решений к людям, обеспечить постоянную эффективную обратную связь между властью и населением. Это должно исходить и из жизни, и от наших людей. Никакой надуманности быть не должно, ибо будем иметь обратный эффект от такой перестройки. Президент Аксама пропоновал проанализовать реалии, у яких опынулася наша краина. Стерут пытанию, что будет у внешней политики, как далее держава наладить работу с замежными партнерами, а так само, как захавать традиции и каштонности, на запашенные стагодями, которые позволяют беларусам заставаться нацией. Тем шмат, головный ориентир, это чекание, помкнение, максимум развития существенного человека. И в разуме Александр Лукашенко спынился на наиважнейших принциповых моментах для державы. Беларусь на порозе лесов изначальных решений, и нам есть на что обопираться. Многое сделано. Мы заховали миротворшие позиции, замасывались на международной арене. Займаем высокие места в рейтингу человеческого развития. Эффективность систем охоты здоровья, доступность эдукации. По гэтых показчиках мы у лидерах на постсоветской просторе. И яркие приклады досягнению, за якими працем миллионов беларусов. Есть у многих сферах. От энергетики до тяжкой промысловости, экологии и безопасности. Але зведала краина и шерах узрушеннеу. И только мощная держава може их вытримать. Беларусь выстоять. Хотя суверенитету был кинутый серьезный выклик. Не верьте то, что говорят. Демократия, глобализм и прочее. Это чтобы мозги дурить людям в мире. И это делают несколько государств для того, чтобы господствовать в мире. И как только ситуация изменится, хоть чуть-чуть, они мгновенно изменят свою политику. Так и случилось. Это говорит о чем? О том, что наши интересы реально волнуют только нас. И только такое сильное государство, как наше, в состоянии обеспечить их защиту и соблюдение. Я сильное говорю, потому что мы были и есть монолит. В этом наша сила. Тем не менее, тема за границей нам поможет. Все еще будоражит некоторые умы. Но несмотря на искусственно созданную внешними силами политическую напряженность, в обществе государство выстояло. Как я говорил, пока выстояло. И должен вас заверить, забегая вперед. Мы выстоим. Будьте в этом уверены. Выстоим, чего бы нам это ни стоило. Потому что другого нам не дано. Благодаря сильной власти не произошло ни одного сбоя. Начиная с работы отраслей и государственных сервисов и заканчивая повседневными мелочами. Социальные программы и обязательства выполняются впривычно. Для граждан режиме. Может быть и не совсем так, как кому-то бы хотелось. Об этом говорят и последние масштабные социологические исследования, которые мы недавно провели. Беларуси важны. Относины с Евросоюзом, а Россия состоится основным стратегичным союзником. Президент заважил от связки Беларусь-Россия залежить мир в регионе. Житевая необходность в развитии сопротивления с Россией заключается в створении ровных умов господарения. Умасование интеграции в беларусских приоритетах. Президент выказался так само по санкциях заходу суперать нас. Меркование беларуского лидера. Я нанимаюць ни политичного, ни морального права указывать нашей державе, як жить и керовать краиной. Президент был эмоцийный. У выступлении шмат ярких вобразных выразов и эпитетов, особенно в дешенении дегопозиции по принципу для Беларуси моментов. Те то есть внешняя политика, або навык выхование нашей молоди и застерогание ее от деструктивного вплива звонка. И зала неодноразово реаговала на это аплодисментами. Разом с иншими журналистами сегодня в Палаце Республики находились и наши корреспонденты. Они працавали в пресс-центре и сустракались с делегатами от Гомельской области. Под обязанностей в наступном материале. Делегаты от Гомельской области приехали, прикладно, за три годины до Пожатку Сходу. Добрый настрой и отчувание того, что примаешь отдел у форума, який вызначить далейший лезь краины. И, бадай, самое первое суместное мероприемство – огульное фотографование. Уси Белорусский народный сход саправды значная подея у житии краины. И память об отделе у им застанется на завсёды. Утым лику, дякуючи, зробленным с дымком. А праша таго, ёсчаск, абаменяцца думками па самых хвалючых темах, а так сама наведаць выставу. Часка проставленных экспонатов мая непосредная дочинения до сучасностей и истории Гомельшаны. У права насте размовы идзе абадновленным Турускім крыжи. Пакуль гэтая святыня будзе знаходзіца у музея Белорусской православной царквы, а потом яе перададуць у Туруска Мазырскую епархию. Белорусская культура у Вогаля багатая на уникальные помніки, непосредно звязанная с духовным життём краины. Культура Белоруссии – это символ узнаваемости во всём мире. И сегодня мы можем гордиться именами и Марк Шагал, и Гавриил Ващенко, и Валентин Елизарев. В Белоруссии очень много достойных имён, которые заслуживают внимания. И поэтому культура Белоруссии, я считаю, на очень высоком сегодня уровне. И на нас могут равняться очень многие. Мне часто приходится работать с зарубежными партнёрами. И все восхищаются тем, что сегодня есть у нас, в Белоруссии. Поэтому я горжусь тем сама, что живу в Белоруссии и работаю в сфере культуры. За работу и форуму журналисты назирают с пресс-центра. У расистой открытёй пожадания Александра Лукашенки – это повинно быть открытая, ширая и принциповая размова. Необходно проанализовать, что сделано и какие есть резервы для развития краины. Вызначить иснуючие проблемы и окреслить шляхи их выращения. Как жить в умовах пандемии и внешнего тиска? Какой должна быть интеграция с Россией и перспективы стратегичного сопротивления с Китаем? Развитие военно-промислового комплекса и пытания национальной безопасности. Повышение эффективности державного кирования и новый уровень коммуникации улады и громадства. Распросовка нового проекта Конституции и переразмеркования функций помеж органами улады. Спектр обмеркованных пытаний вельми широкий. Александр Лукашенко подкресливая, мы выстоим, чаго б нам гэта не каштавала, тому, что иншага нам не дадзина. Я считаю, что нужно делегировать полномочия, но нужно к этому подойти взвешенно и хорошо обдумать, потому что нельзя просто так раздать полномочия, а потом пожинать плоды, если вдруг власть попадет не в все руки. Очень важно понимать, что мы продолжаем поступательное развитие в сфере образования и в сфере медицинского образования. И очень важно понимать, что 2020 год он обозначил важность системы подготовки врачей и важность вообще здравоохранения, как у нас, в Республике Беларусь, так и в мире. Поэтому надо поддержать финансово, и это обозначено главой государства, что медицинские работники будут финансово поддержаны в Республике Беларусь. И что очень важно, нам нужно сохранить те школы, те системы подготовки, которые мы имеем на сегодняшний день. Естественно, это задача ближайшей пятилетки. Сегодня шестое собрание отличалось более жесткими требованиями, более серьезными задачами, которые ставил перед нами глава государства. Мы за этот год научились понимать, что та страна, в которой мы живем, очень ценна, и если ее не сохранять, если не идти намеченным курсом, мы можем много чего потерять. И именно в речи президента, практически в каждом постулате, который он говорил, это звучало. Поэтому сегодня, возвращаясь на Гомельщину, мы видим те задачи, которые надо делать, мы знаем, куда надо идти, а самое главное, любимую нельзя отдавать. На прадку дня завтрашней работы 6-го Всебелорусского народного схода в выступлении делегатов принятцы выниковой резолюции из вороту у дельников. Александр Сюров, Ольга Коновалова, Валерия Гапанько, телерадиокомпания Гомель, Зминска.